ребятушки мой привет с праздником все с первого мая но потому что все равно детстве мы праздновали я выросла то что у меня там это был большой праздник для нашей семьи короче я так поняла под поздравлением у многих тоже в общем хороший такой праздник правильно даже если это и день жертвоприношений как бы жертвоприношений трудящихся ночь была такая да там сатанинская все дела но я все равно вас поздравляю с праздником как бы у нас считается он еще праздником весны но в россии смысле вот ну последнее время в италии надо тоже потому что до сих пор у нас еще не было настоящей весны на той неделе один день жары вот когда я там кировали ползала и все ребята больше не было а да насчет то я сразу скажу что типа что я смотрю камеру короче меня опыт вождения 14 лет ребята ну там кто переживает машина у меня автомат поэтому знаете нормально нормально мне все я смотрю камеры чтобы с вами разговаривать понимаете не потому что я там ищу сейчас я вообще не ищу ракурс я смотрю в камеру потому что я как бы с вами вам обращаюсь смотрю на вас глаза в глаза вот в общем завтра пасха и у нас получается у меня такое паломничество еще два дня но с другой стороны понимаете по другому нельзя потому что на улице я не могу снимать то что взгляд ливень даже не просто дождь понимаете ливень сейчас поэтому ходить снимать абсолютно невозможно я очень рада что вам понравился мой экскурс музее потому что по идее я должна всем угодить в этом плане тем кто то просто хочет красиво смотреть и те кто как я смотрят совсем другие вещи на картинах и вообще на я я смотрю вплоть до то что окружает понимаете то есть вообще моя цель была даже не музей само здание да и вы видите она нас не подвело конечно это вот образьяная говорю насчет церкви ну понимаете я уже абсолютно не удивлена ничему не удивляюсь я все все как сказать как я и думала и то что они все абсолютно как бы не одинаковые это когда то что каждый выполнял свою функциональную какую-то какую-то составляющую имел функциональный вот по всей этой все так у тюрьме под названием милан вот завтра я поздравляю с пасхой короче вы извините что я стране сегодня не вышла в эфир я так сказать работала до чтобы вы не думали что я тут хожу и и делаю видео я бы с удовольствием вы видите если бы у меня была возможность я быстро до вечера еще батарея вы не не как сказать не заканчивалась и что ее нужно было постоянно подзаряжать я бы просто бы снимал с утра до вечера да это точно это кстати поверьте мне очень сложно очень то есть вот после музеев особенно после музеев я просто выкатываюсь вообще как как колобок который убегает от медведя то есть или уже убежал который от медведя идет такой же слава богу я убежал от медведя вот сейчас мы поедем на метро и я надеюсь попасть в одну церковь который называется саму лицо маджоры который называется ксинская капелла де милана кстати там еще у нас еще одна ультима чена ребята которую нарисовал луани а луани раньше я ним не знала а теперь видите занялась альтернативщиной смысле занялась в официальном порядке и узнала что это ученик ученик ребята любимый ученик для на русский вот я уж по моему скучилась но думаю не хотела у руками выходить инфиры утром думаю ну как бы нет да и вот например я одной девушке подписчица я выслала фотографии все и видео которые с вами музей первым где женщины там вот она тоже в шоке видите в шоке то есть не зря она сходила так что я думаю над тем чтобы смонтировать его и вам смонтирую потому что да да там там очень много символов конечно просто ну знаете я вам говорю что во всем я вижу символы и как бы а чё делать с ними понимаете чё с ними делать ну если вы на мне увидите какие-то изменения не знаю там то значит что то что то я уже подключилась по комнате грегору такая погода будет я хотела завтра чертов не поверь поехать но не знаю не знаю кстати я вспомнила что у нас еще помните там когда шарилась по бергаму там есть такая подземная скала называется она каноньера ну то есть это там где танка но они пушки стояли да сейчас вот если что мы поедем туда еще на следующей неделе я вспомнила просто взять если вот такая погода постоянно дождь блин нет смысла блин зато за что по улице хоть нельзя надо ходить все время на дерево здание поэтому будем шариться по церквям вот короче до такого жизни не было чтобы я всю неделю ходила по церквям обалдеться поэтому сегодня я ведь не могла отдыхать потому что ну как это я не выйду в эфир я еду еду ребятушки статей там на одной из работает очень интересно значит который я смонтирую там есть значит старым музей который первый музей меня был да там значит есть некоторая работа вышивальщик так вот там есть одна вышивка которая была посвящена значит окончание строительства самого домушки 1610 году ребята это произошло обалдеть такое здание да вообще я вот такие вот такую херню устроили огромную и не могли блин с чумой справиться которые вообще бактерии то есть ребята чума не вирус а бактерия ее с ним можно было справиться по идее если вы умели строить домушку понимаете и вообще все остальное там броман ты где был или леонардушка который все умел а вот не мог что помочь им с чумушкой ладно так вот там короче но пожалуйста не останавливайте меня пожалуйста а стоят гаишники блин а гаишники и менты стоят сейчас почему потому что у нас желтая же зона да и сейчас вот людей-то очень много бедных и многие скорее всего не платят страховку ребятушки вот и и они вот ловят нас понимаете те кто без страховки на штук обязательно как бы ездить нельзя и вот сразу могут сразу забирать патенты если ты без страховки вот очень короче так вот там есть вышивка и какой-то самый лучший вышивочный там в мире в общем была нам надо на тот момент такая тоже эти котировка было вот там есть вот этого значит вот темы там к строительству дома я вам ничего не поняла где там вообще намек на дом абсолютно но значит описано что как что было все сделано так вот у нее была металлическая составляющая по ободку да и вот на этой составляющей металлической то чтобы ободок до металлические это знаете кто сделал какой-то кузнец крутой помпео перлускони ребята вот ну надо было куда-нибудь нашего берлусашку да берлускончика берлуску нашего короче запихать понимаете запихали в его великие кузнецы а кузнец у нас тоже масон знаете это вот ну неспроста ребята неспроста написали вот так вот это вот да еще и помпео понимаете определили его связь с неаполем потому что помпео это вообще имя конечно может быть и но и конечно считается и романским вообще у нас она считается южанским неаполитанским короче и помпео мужем то есть очень интересно понимаете лада ребятушки я поехала вот я приехала на место парковки теперь нужно брать метро и ехать господа что везде меня милиции ты не понимаю делает милиция полиция в общем короче еду я сама улица кроссовки я не буду одевать потому что по моему тут извините меня лучше сапогах ребятушки еще раз на праздником ждите моих репортажей пока пока